Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в очередной дайджест интересных новостей на нашем канале. И сегодня вас ждет General Motors, которая показала на CES 2021 концепты робомобиля и аэротакси. LG представила дополнение к кровати, прототип выдвижного прозрачного OLED-телевизора. А еще показала концептуальный смартфон LG Rollable с разворачивающимся экраном. Sony впервые вывела на дороге свой электромобиль, а также создала компанию AirPig для выпуска собственных беспилотников. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Обязательно подписываемся на канал, друзья. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Международная выставка электроники CES 2021, даже виртуальная, была бы не полной без нескольких безумных, фантастических концептов. Два из них показала General Motors в рамках бренда Cadillac, яйцевидный робомобиль класса люкс и одноместный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки. Несмотря на то, что оба концепта едва ли когда-нибудь будут реализованы, они иллюстрируют направление движения мысли разработчиков из Cadillac, а также демонстрируют возможности команды инженеров. Капсуловидный робомобиль в целом не отличается особой экстравагантностью по сравнению с уже существующими беспилотными шаттлами, предназначенными для перевозки пассажиров. Вряд ли кого-то можно удивить отсутствием кабины для водителя и рулевого управления, а также просторным салоном, напоминающим гостиную из 70-х. Майкл Симко, вице-президент Global Design General Motors, описал шаттл как социальное пространство для группы друзей или семьи, которые проводят время вместе по пути к месту назначения. Машина отличается вертикальным расположением светового оборудования, раздвижной стеклянной крышей и биометрическими сенсорами для считывания жизненных показателей пассажиров, с помощью которых выставляется комфортная температура, освещение, уровень звука и даже впрыскиваются ароматизаторы. Изменить настройки можно жестами или голосом. Аэротакси выглядит как более футуристическая версия тех моделей, которые уже разрабатывают конкуренты. Для GM, впрочем, это первая проба пера в области воздушного транспорта. У концепта 4 пропеллера и 1 электромотор на 90 кВт-часов, обеспечивающий вертикальный взлет и посадку. Не слишком много, если сравнить с разработкой немецкой компании Lilium, аппарат которой рассчитаны на пятерых, укомплектован моторами на 320 кВт-часов. А вот южнокорейская компания LG на выставке CS2021 представила прототип выдвижного прозрачного OLED-телевизора, который предлагается использовать как дополнение к кровати в спальной. Панель телевизора представляет собой прозрачный 55-дюймовый OLED-дисплей, сквозь который видно находящиеся за ним объекты, даже когда он включен и показывает изображение. По утверждению LG Display, экран обеспечивает 40% прозрачность, тогда как предыдущие прозрачные дисплеи обеспечивали лишь 10%. Новинка получила встроенные динамики, однако их технические характеристики пока не сообщаются. Компания предлагает располагать телевизор у изножья кровати, где он может частично или полностью подниматься, чтобы показывать информацию или видео, сохраняя при этом вид на то, что находится за ним. Телевизор также можно без особых трудностей перемещать по дому при желании расположить его в другом месте. LG позиционирует новинку как устройство для умного дома или коммерческих заведений. Компания считает, что прозрачные телевизоры станут привычным явлением в общественных местах, например в ресторанах, торговых центрах и общественном транспорте. LG создает немало экспериментальных прототипов дисплеев, некоторые из них впоследствии становятся серийными устройствами. Станет ли таковым новый прозрачный выдвижной OLED-телевизор пока неизвестно. Также компания LG на выставке показала концепт смартфона с разворачивающимся экраном. Новинка получила горящее название LG Relabel. В свернутом состоянии устройство похоже на обычный смартфон, разве что несколько толще. При этом часть гибкого экрана прячется в корпусе, где она свернута по принципу, который уже используется в рулетах. Если провести пальцем по кромке, сервоприводы развернут экран, превратив таким образом телефон в небольшой планшет. По информации от анонимных источников, для изготовления смартфона LG сотрудничает с китайской компанией Boe Technology, которая занимается производством гибких дисплеев. LG Relabel выглядит весьма интересным ответом на складные смартфоны от Samsung. К сожалению, пока нет подробностей о характеристиках новинки, сроках выхода и предполагаемой цене. Компания Sony в рамках выставки CS 2021 опубликовала видеоролик с тестов электрокара Vision S. Испытания состоялись на дорогах общего пользования в Европе в декабре прошлого года. В японской компании объявили, что разработка электрокара вышла на следующий этап, а в ходе заездов специалисты оценивали технологии и уровень безопасности. Sony пообещали продолжить развивать автомобиль и в будущем вывести его на дороги в других регионах. Было заявлено, что машина может разгоняться до 100 км в час за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км в час. Силовая установка электрокара выдает почти 270 лошадиных сил. Тогда же отмечалось, что в Vision S воплощены перспективные технологии Sony. И этот шоу-кар всего лишь демонстрация возможностей компании. Автомобиль оборудован 40 датчиками, которые отвечают за безопасность во время вождения и работу адаптивного круиз-контроля, самостоятельную парковку и автоматическую смену полосы движения. Sony также работает над тем, чтобы система автономного вождения соответствовала высокому четвертому уровню. В салоне установлена серия панорамных экранов по всей ширине машины. Система позволяет удаленно запускать PlayStation 4 благодаря сети 5G. Для задних пассажиров предусмотрены отдельные 10,1-дюймовые экраны, а объемное звучание обеспечивает система 360 Reality Audio. Также в компании Sony решили воспользоваться тем, что власти США выдворили китайский бренд DJI со своего рынка и занять эту нишу. На выставке CES был представлен новый тяжелый квадрокоптер AirPig, предназначенный для перемещения профессиональной беззеркальной кинокамеры Alpha. Это не отдельная машина, а часть новой программы Sony, которая намерена предоставлять услуги по съемке сложного видео. Инженерам компании удалось сделать дрон не слишком большим – 60 см в диаметре. Он имеет массивный корпус, укрепленные мачты для пропеллеров и два отсека под тяжелые аккумуляторные блоки. Длинные карбоновые ноги опоры автоматически поднимаются после взлета и превращаются в поперечные бамперы, чтобы машина не натолкнулась на препятствия при движении боком. Под днищем квадрокоптера установлен универсальный стабилизатор для подвесной камеры. Сам аппарат тоже имеет камеры, несколько по периметру для ориентации на местности, плюс управляемая камера пилота. Очевидно, что для полноценной работы нужны двое – пилот ведет квадрокоптер, а оператор снимает видео через подвесную камеру. Других подробностей пока не предоставлено. Однако в Sony заявили, что намерены реализовать в этом проекте все свои лучшие наработки в области робототехники и искусственного интеллекта. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно ставим ему лайки, подписываемся на канал и жмем на колокольчик. Напоминаю, что все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Я желаю вам отличного настроения, друзья. Не болейте. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok